Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами сделаем фильм. В основном, только лишь буду отвечать на ваши вопросы. Вязать, к сожалению, мы сегодня ничего не будем. Давайте по порядку. Так как вы задавали мне неоднократно вопросы по поводу крючков, я решил изготовить отдельную серию фильмов, которые называются специальные крючки или крючки, допустим, специального назначения. Чем они отличаются от обыкновенных крючков, которые, допустим, мы с вами используем? Рассказываю по порядку. Вот смотрите, я, допустим, для себя, для удобства делаю вот такую наборку крючков для изготовления определенных каких-либо нимф или мушек или стримеров. И я знаю конкретно, что у меня, допустим, здесь находится пачка для крючков, начиная от восьмого номера и заканчивая, допустим, там единицей или двойкой. Разной конфигурации. Исходя из этого, я и беру, допустим, эти крючки и использую. Теперь, в одном из фильмов о крючках, у меня, к сожалению, в интернете слетел звук, есть вот такая серия у крючков гамакатсу, которая для морской рыбалки вроде бы, но они имеют хорошую химическую защиту, и можно их использовать для вязания наших стримеров. Значит, в чем отличие специфических крючков от тех крючков, допустим, которые используем мы в повседневной жизни? Я бы, допустим, сразу для себя сделал вот такое разграничение, и как у меня, допустим, имеется еще вот такая вот одна, тоже рабочая моя пачка. Если мы внимательно посмотрим, то, допустим, вот очень известной такой хорошей фирмы, имеются вот крючки своеобразной вот такой формы. Значит, это крючки, так чтобы для вас было понятно, очень мною уважаемый вязальщик Эдвард Оливер, который практически вот изобрел под себя, у меня даже имеется вот такая вот упаковочка, крючки. Как вы видите, здесь написано, что это для Эмиджеров и для Нимф. Это специально, как вот я специально вам поставил здесь вот Нимфу, чтобы вы видели. Она имеет вот такую вот форму. Поэтому и крючки, которые вот у нас имеются в работе, мы используем специальные. Мы уже сразу с вами, допустим, берем, и изначально должны видеть, как должна у нас выглядеть сама Нимфа. Никогда она не бывает вот плоской или, допустим, в природе. Она сразу начинает прятаться и скрючивается, и имеет вот такую, допустим, форму, если ее смыло течение. Вот с изогнутым вот таким вот телом, с растопыренными лапками, она пытается удержаться на течении. Мы ведь с вами делаем проводку, поэтому, исходя из этого, у нас с вами и должна быть форма. Это я отвечаю на вопрос, почему я, допустим, беру те или иные крючки. Вот у меня для друзей, я подготавливаю очередной набор, как вы видите. Вот имитация Эмиджера. Ну, они разные здесь и светоотражающие, и по рассветке, чтобы вам, допустим, было видно, вот, как вы видите, они достаточно хорошо себя ведут в ультрафиолете. Это одна из особенностей рыбалки, то есть я изготавливаю это для рыбалки на пруду. Но они годятся и для реки, для всех, допустим, удобных вам моментов, которые вы захотите использовать для себя, не обязательно только для пруда. Но, как видите, все они имеют вот такую своеобразную, специальную форму. Это обусловлено тем, что наши нимфы, в основном, которые смыло течение, или, допустим, она как-то перемещается, она имеет вот такой скрюченный вид. За исключением есть определенная, допустим, категория нимф, как вот, если я вам смогу показать, вот такая, это цепляющего, роющего типа нимфы. Она находится, в основном, кормится вот так вот, в вертикальном и зарывается в грунт, в вертикальном положении. Поэтому я здесь использую, ну, уже обыкновенный нимфовый крючок. Поэтому вы для себя, для изготовления определенной какой-либо приманки, будете подбирать сами ту форму крючка, которая должна уже подходить для изготовления нашей приманки. Это очень-очень важно. Как я уже говорил, у меня вот есть определенная пачка, в которой находятся конкретно по размеру и по форме крючки. Значит, есть, так как вы спрашивали, чтобы я, мол, поставил линейку, чтобы можно было видеть величину крючка, скажу вам сразу, если вы смотрите какие-либо зарубежные фильмы, где нет перевода по крючкам, будьте добры, вот ориентируйтесь, приблизительно среднего человека метр восемьдесят рост и нормальной комплекции около сантиметра ноготь. Если попадает ноготь на вот личиночку, вы видите, она у меня где-то порядка 14-15 миллиметров. Это та величина, которая соответствует той кормовой базе личинки, которая находится у меня в водоеме. Поэтому я точно так же беру и подбираю определенные крючки. Но, если вы смогли заметить, вот у меня находятся разные здесь производители, но в большинстве я отдаю предпочтение фирме Гамакатсу. Это не реклама. Просто у этого производителя довольно-таки достаточное количество крючков, и мы можем выбрать те или иные крючки специального назначения, которые нам необходимы. Почему? Я уже вам рассказывал о ней специального назначения. Как вы видите, вот Элэска, они имеют хороший вот такой изгиб для рачков. Точно так же, вот, допустим, другие. Самая, допустим, вот серия, которая в фирме Гамакатсу представлена, это вот серия F22 специально для того, чтобы изготавливать такую приманку, как Клингхаммер. Вот. Поэтому мы не заморачиваемся, а сразу приобретаем вот такой крючок разной величины, которая нам необходима, и изготавливаем приманку. Скажу вам сразу, вот Элэска 2293, я с глубочайшим уважением отношусь к вот такому крючку, который и имеет в изгиб граб-шримп, но слегка удлиненное получается цевьё до колечка, по сравнению с другими крючками. И очень удобно вязать имитации ручейников, имитацию, допустим, веснянок в любом варианте. То есть, для себя вы также можете подобрать те фавориты, которые у вас, допустим, имеются. Если мы возьмём цешку, вот, С12, то она конкретно имеет хороший изгиб под граб-шримп, под наших рычков. Единственное, допустим, какой здесь недостаток в отношении других крючков, я покажу другой крючок, это очень-очень тоненькая проволока. Поэтому для того, чтобы нам дополнительно её использовать в качестве нимфы, друзья, единственное только лишь то, что приходится больше огружать. Желательно использовать крючки для изготовления нимф, так, чтобы они имели, ну, несколько хорошую, утяжелённую провод. Вот крючок, довольно-таки хороший, мне тоже нравится. Но я заметил в процессе работы, что, допустим, вот написано 16, но он никак не соответствует, допустим, фирме Гамакатсу или фирме Камасан. Он больше подходит под номер 18, даже 20. Поэтому вы ещё ориентируйтесь чисто визуально, для того, чтобы, ну, не было несколько громоздкой наша личинка, ту, которую мы с вами будем изготавливать. Давайте теперь есть ещё всевозможные вот серии, которые тоже, они называются специальные. У меня вот здесь вот в стопке, я в коробке их не пересыпаю, потому что возникают потом сложности с номером и совсем не хотелось бы. Мне легче вот так взял стопочку. Вот у меня, допустим, Тимка 200р, на которых я тоже уважаю этот очень крючок. И у меня вот здесь вот подобраны все номера до самого маленького. Значит, очень много фирм производят для нахлыста, именно специализированные. Допустим, вот как у меня имеются ещё крючки, я вам покажу. Это, допустим, здесь не в качестве рекламы. Вот, допустим, Камасан 440 серия, у меня спрашивал Алексей, знакомый, можно ли использовать. Она отличается, допустим, от 400 серии только лишь тем, что само колечко загнуто вверх. То есть, для каких-то, будем говорить так, специфических изготовлений наших нимф. Поэтому для себя вы можете чётко произвести градацию, какие вам нужны. И имеются вот, допустим, вот такие серии очень хорошие крючков, которые тоже имеют разную форму и разное предназначение. Как вы видите, здесь имеются и нимфовые, имеются и, допустим, вот как здесь вот для стримеров разные номера. Можно спокойно использовать. Чем отличается, допустим, нимфовый крючок от другого крючка, который вот я ради интереса вот возьму серия F11, как вы видите. И вот у меня имеется та же самая десяточка. Они одинаковые по величине, одинаково всё, будем говорить так, по форме. Разница заключается только лишь в том, что для нимф изготавливается в значительно более толщий диаметр самого провода. Поэтому вот сами определяйтесь для себя по крючкам. Я вот вам ответил, я в основном беру и привязка у меня заключается только лишь в том, что я вижу, как должна выглядеть моя уже готовая личинка. Для примера я уже вам покажу, допустим, изделие, которое уже оно обкатано 325 раз и не составляет никакого секретного такого оружия для нахлыстовиков. Это типичный ред-так, но выполнен на разных крючках. Вот, если вы сможете заметить, это выполненный ред-так на том крючке Элэска, который я вам уже показывал, ну, несколько, будем говорить так, имеет более загнутое, удлинённое цевьё. Форма ред-так имеет уже несколько другой вид. По сравнению, допустим, с крючком, который я очень уважаю, фирма Strike выпускает такие крючки в продажу от своего имени. Они аналогичны крючкам, которые я вам показал Эдварда Оливера. И покажем сейчас сразу, допустим, третий крючок возьмём, чтобы можно было, вернее, третью мушку, чтобы можно было сразу произвести визуальное сравнение. Но скажу одно, что они изготавливались для разных рыбалок, поэтому и исполнение их разное. Это изготовлено на обыкновенном, более-менее нормальном крючке, типа нимфового. Это на крючке, который для эмиджеров. А этот был изготовлен на крючке граб-шримп. Но мне необходимо, как вы видите, это уже мокрая, хорошая муха для донной рыбалки. Мне нужен был изгиб, и чтобы меньше было зацепов. Поэтому я изготовил её вот в таком варианте. Ещё не забывайте о том, что целесообразно имитировать нашу мушку так, чтобы она была у нас более реалистичная с тем насекомым, которое, допустим, мы пытаемся имитировать. Ну, эта мушка фантазийная, поэтому сложно как-то говорить, что она может имитировать. В основном это считается как большей степени раздражитель для поклёвки нашей рыбы. И для того, чтобы у вас более было понятно, вот я покажу вам специально. Вот крючок, допустим, точно так же. Это крючок восьмёрка, но он тоже не соответствует восьмёрке, он больше соответствует десятке. Вот этот рытак был связан на крючке 12 номер вот такой формы. Поэтому, как вы видите, мало чем они отличаются. Единственное, что для рыбы не будет времени для того, чтобы она смогла уж чересчур сильно это всё разглядеть. Единственное, конечно, как вы понимаете, что не стоит нам сильно рисковать. И если мы изготавливаем вот имитацию ручейника, то желательно так, чтобы у нас она находилась в том положении, как будто бы это перепуганная личиночка. Так же и бакоплав. Вот все возможные вот такие вот нимфы, которые я использую как разведчики, разные по величине. Вот они вот у меня здесь находятся. Они изготовлены тоже один на нимфовом, в другом для хопперов. Поэтому пробуйте для себя, экспериментируйте, как вам будет удобно. Единственное, я же говорю, что не забывайте, друзья мои, для того, чтобы у нас не было лишних вот таких всевозможных моментов, когда мы очень сильно переживаем, что нет поклёвок. Поймите сразу, у нас не соответствует форма или же не соответствует цвет. Поэтому это очень-очень важно. Теперь самый основной вопрос, что вы меня спрашивали. Мы сейчас с вами, давайте, я постараюсь в течение очень-очень-очень быстро вам рассказать о нитке, так как вы меня просили. Теперь по поводу нитки. Вот есть у Хэнс фирмы. Вот такие всевозможные я неоднократно показывал вам наборы. Разных диаметров, разных оттенков. И в то же время разные по предназначению нитки. Поэтому я вам неоднократно уже говорил о том, что вот есть такая тесьма, которую спокойно можно взять и для себя изготовить определенное количество очень-очень-очень тонкой нитки. Но есть затруднения, я уже вам высылал неоднократно и показывал, размещал на сайте фотографию тех, допустим, ниток, которые я распускаю. Но я хочу вам показать одну особенность. Это ту, которую вы постоянно спрашиваете, почему и как. Вот смотрите. Сейчас я попробую приблизить так, чтобы камера наша могла передать. Как вы видите, вот нить, это ровница. Она слегка уже у нас разошлась. И довольно-таки хорошо облегает наше, допустим, будущее тело. Мы начинаем с вами выполнять вот такие движения. Закрепили, да? Нить. Вот она ровненько у нас лежит. Как вы видите, у нас достаточно хорошо и ровно находится нить на нашем цевье. Для того, чтобы она не скользила, я беру и для этих целей промазываю клеем. Это одна толщина. Теперь есть всевозможное количество разных производителей. Я вам только лишь покажу одну, та, которая вот у меня имеется, фирмы. Вот такой. Значит, толщина этой нитки, вы тоже видите, она несколько толще, чем ту, которую я подготовил сам. Толщина этой нитки, она дана в дэнах. Не буду ковырять голову и вам переводить. 99 дэнов. Ну, где-то порядка 6-0. Это точно будет. Но эти все нитки годятся для изготовления стримеров и, допустим, нимф, который 6-й, 8-й, 10-й номер. Для более тонких работ нам с вами понадобится вот наборы, которые я вам показывал, фирмы Хэнс. У них была вот такая нить твистовская, которая была крученая. Я ее распустил пополам, и у меня вышла нить тоньше, чем та, которая была 0,05. И она у меня ровница. Как вы можете вот видеть, насколько она тоньше вот той нитки, которую мы намотали в начале. И я вам показывал ту нитку, которую распускаю и использую я. Вот ее тоже сложно. Я специально взял более темный цвет, этот наш полиэстер. И взял более толстую нитку, потому что есть значительно толще. Вот видно вам так на просвет, как они ложатся у нас на цевьё, и как они, допустим, себя ведут в работе. Поэтому это вот еще толще. Точно так же мною распущено из тех ниток, которые я неоднократно вам показывал. Значительно удобнее работать, скажу вам сразу, с ровницей, чем мы с вами будем изготавливать скрученые нити. И тело, и все у нас будет несколько красивее ложиться. Теперь переходим к самому основному моменту. Это то, почему используется та или иная нить. Значит, нельзя использовать хлопок, нельзя использовать любое, что-либо связанное с целлюлозой. Почему? Вот эти нитки, они все выполнены из полиэстера, то есть искусственный материал, который почти то же самое, как наша леска, только многоволоконная. Значит, он при намокании и при высыхании не сжимается и не расширяется. Поэтому, когда мы с вами изготовим определенную нашу нимфу, которая используется, вот допустим, даже вот как этот наш редтак, который я устанавливал вначале. Значит, теперь представьте, мы изготовили, намотали все как положено, забросили, начинаем ловить и тело наше расползлось. А расползлось наше тело только лишь из-за того, что мы используем ту нить, которая намокла, расширилась и уже не держит те материалы, которые мы закрепили здесь. Вот эти нити, которые продемонстрировал вам я, они являются основополагающими для изготовления тела. Мало того, что удобно с ними работать. Плюс, к тому же, очень крепко и очень надежно, не имеет значения мокрая или сухая мушка, достаточно крепко и хорошо держит наш материал. Это вот то отличие, которое Сережа мне задавал вопрос, можно ли использовать те или другие материалы. Это также и Володя с Кировограда, который спрашивал меня по поводу галантерейных нитей. Вот и все, друзья. Поэтому, давайте мы договоримся так. Вы мне задаете какие-либо вопросы, и я потом буду вам делать дополнение, если необходима вам какая-либо информация. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok